Боря, а есть какой-то человек, которому вы испытываете близость, привязанность, близкий для вас родной человек, которого вы любите, который для вас был бы близок? Для меня самый дорогой и близкий человек была моя бабушка, парень моего отца, мать моего отца. Она меня всю жизнь спасала, прятала и укрывала меня от больницы и даже меня увозила в другой город, к своим родственникам, для того, чтобы меня родители не отправили в больницу. Да, но бабушки ведь сейчас нет. И когда я стал старше, стал взрослым, а бабушка стала старенькая, меня собирали из дома родители из дома отправлять в больницу. И я это ночью подслушивал, и рано утром вставал, когда родители еще спали, и на метро, и на метро утирал к бабушке домой. И бабушка меня в чужих квартирах своих знакомых прятала и спасала, и укрывала, она в санитаре с перевозкой. И благодаря бабушке путевка в больницу сгорала, и я останавливался жить дома на свободе. А теперь моя бабушка умерла, и от больницы прятать и укрывать меня теперь некому, некому. Так значит, сейчас нет близкого родного человека? И от больницы прятать и укрывать меня теперь без бабушки. Некому, некому. И сейчас у меня после смерти бабушки в основном нету близкого родного человека, человека. И без бабушки мне жить плохо, трудно и тяжело. Понятно. Боря, но ведь в больнице вы находитесь сами, по своему желанию? Я... Ведь это вы, собственно, хотите здесь находиться? А вас не нужно спасать сейчас от больницы? Это же ваше желание? Я хочу находиться в больнице не потому, что я хочу находиться в больнице, а потому, что у меня безвыходное положение. У меня нет своей отдельной квартиры, где я мог жить один. А с матерью я жить не могу. Я понял. И поэтому я хочу в больнице находиться. Не по моему желанию, а потому, что у меня безвыходное положение, и мне негде жить. Я не могу переносить, чтобы ко мне домой в моей жизни приезжала машина с санитарными в больницу и отвозила в больницу. Потому, что этого я переносить не могу, не могу. Понятно. Боря, тогда вы мне скажите, если бы у вас была собственная квартира, вы смогли бы сами себя обслуживать? Ведь для того, чтобы жить одному, нужно готовить пищу, стирать, убирать в квартире. Вы это все делаете? Вы это можете делать? К сожалению, я это не могу, не могу. Почему? Потому, что я родился больным и недееспособным. И одного мне жить не разрешает государство. Ну, почему же? Подождите, Боря, я вас в начале беседы спросил, жалуетесь ли вы на что-нибудь. И вы мне сказали, что, в принципе, вы чувствуете себя хорошо. Что у вас здоровый организм, что у вас здоровые руки, ноги. Почему же вы не можете сами ходить в магазин, готовить и убирать, и стирать? Мне государство одному, квартиру отдельную, не доверяет, не доверяет. Ну, все-таки, для того, чтобы оно доверяло вам, вы же должны сами себя обслуживать. Вы можете сами себя обслуживать? Чувствую, я более-менее себя ничего, хорошо. Но обслужить я себя, наверное, не могу, не могу. Что же вам мешает? Потому что я не дееспособный. Ну, дееспособный – это понятие чисто правовое. А все-таки вы, понимаете, у вас есть руки, вы так здоровый физически. Что вам мешает взять и постирать немножко? Разве это так сложно? Я физически слабый-слабый. Славый все. Да-да. Постирать я, может быть, и мог бы, если постараться. И приготовить себе еду мог бы. Я могу сам делать яичницу, мясо могу себе пожарить, пожарить. Курицу могу себе пожарить. Можете? Могу. Вы почему? Но платить за квартиру я сам и заполнять анкету я сам не умею, не умею. Почему? Вы не умеете писать? Писать умею. Пожалуйста. Писать умею, но заполнять анкету и платить за квартиру, и заполнять анкету на квартиру, я не знаю, как, как. Понятно. Как, как. Боря, ну вот покажите, что вы умеете писать. Напишите, пожалуйста, ваше имя, отчество. Напишите ваше имя и отчество. А за какой в этом смысл? Я же, я же, я же кончил 8 классов, и писать я умею, умею. Понятно. Я хотел просто ваш почерк посмотреть, только поэтому. А, только я не знаю. Ну хорошо, ладно. А считать вы умеете хорошо? Таблицу умножения я, таблицу умножения я, хорошо ставил. Хорошо знаете, да? Ну вот у меня всегда... Ну квадратные корни, я не знаю и не помню, как делать. И даже умножать и делить со столбиком я, я забыл как. И не умею, я не могу, не могу, не могу. Ну вот объясню, умножение я, я хорошо куплю. Хорошо, тогда давайте умножьте 7 на 8. 56. Очень хорошо, прекрасно. А тогда 9 на 7. 63. Ну прекрасно. Хорошо. А, ну например, если бы я вас попросил умножить 11 на 3, сколько будет? 33. 33. Прекрасно. Так что считать для вас не составляет большого труда, да? Боря, вот еще я хотел вам задать такое задание. Вот люди иногда пользуются пословицами и поговорками. Вы могли бы мне объяснить смысл такой пословицы? Не плють в колодец, пригодится воды напиться. Что это означает? Я сам думаю, что если плюнуть в колодец, тогда загрузится вода, и можно другой может заразиться. И не суметь пить, выпить воду. Возможно, да? А если в колодец не плевать, тогда вода в колодце будет чистая. И спить с ними можно будет хорошо и вкусно. Понятно. Но дело в том, что в Москве колодцев нет. Можно эту пословицу произносить, говорить в Москве? Вот в Москве нет колодцев. Ну просто можно, только для того, чтобы просто рассказать. Рассказать, да? А нет в этой пословице какого-то скрытого, поучительного смысла для всех людей и остальных? Может быть и есть, но я не понимаю смысла, особенно в этой поговорке. Я не могу догадаться, догадаться. А вот говорят, не в свои сани не садись. Что это значит? Какой поучительный смысл в пословице? Не в свои сани не садись. Это в смысле? Не садиться в чужие сани. Ну опять-таки сани вот в Москве нет. И садиться только в свои сани. А в чужие сани не садись и не... И не... Поезжай в чужих санях. Понятно. Ну хорошо. Но вы устали от нашей беседы, Боря? Немножко устал, но... Немножко устал, но не очень. Вам понравилось беседовать? Понравилось, но более-менее. Понравилось. Ну хорошо. А вы запомнили, как меня зовут? Александр Юрьевич. Ну а вы... Нет, вы ошиблись. Юрий Евгеньевич. Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич. А своего лечащего врача вы знаете? Юрий Геннадьевич. Вы знаете своего лечащего врача? Оксану Викторовну. Оксану Викторовну. Совершенно верно. Ну спасибо вам за беседу. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Только последнее я хотел спросить. А если судить... Реально. Только мне могут дать отдельную квартиру, чтобы я жил один? Или не могут? Не могут. Для этого вы должны доказать, что вы умеете сами себя обслуживать. На квартиры же отдельные свои большие деньги. Да. А бесплатно мне квартиру отдельно никто не даст. Вряд ли. Вряд ли. Вы правы. Действительно. Получить квартиру бесплатно сейчас совершенно невозможно. Ну все. Спасибо. 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 Продолжение следует...